Привет, друзья! Продолжается жара, 41 градус, поэтому выбрал себе к ужину вот такое белое полусухое Шардоне Пино 2020 года. Просто понравилась красивая этикеточка. Вино совершенно неизвестное, ординарное, изготавливается в станице Старо-Титаровской, некоим обществом с ограниченной ответственностью Таманская винная компания Кубань. Ничего не ждал от него, конечно, особенного, но по результатам, что называется, вскрытия, мне кажется, стал чуть больше понимать в сухом белом дыне. Итак, обнаруженные недостатки. Вот такая вот небольшого размера, маленькая, кривая, какая-то неказистая пробка сразу настораживает. Но смотреть на нее очень неприятно. Дальше наливаем вино в бокал и видим цвет. Я так понимаю, что цвет у молодого вина должен быть прозрачный и очень-очень светлый. Здесь же виден такой уже золотистый, густой, насыщенный цвет. Но мне кажется, что все должно быть гораздо более светлое. Дальше. Аромат у этого вина пробуем на нос. Аромат достаточно приятный, но очень простой. Кроме дюшесности и каких-то зеленоватых яблок, ничего разобрать больше не могу. Со временем развитие тоже не происходит. Ну и последний – это вкус. Неплохая кислотность, но есть в нем какая-то грубоватая прямолинейность. Ноток дюшеса уже не чувствую, а вот кислое зеленое яблоко проступает все явственней, и оно немножко рисковато и грубовато. Ну, можно сказать, что ты хотел за эту цену от такого вот недорогого вина. Ну, позволю себе заметить, что за такую же цену я покупал венгерский полусладкий такай. И это вино было за 280 рублей, ну, наверное, раза в два, а то и в три лучше, чем вот этот образец. Итак, чему же меня научилась сегодняшняя дегустация? Ну, во-первых, не обращать уж особого внимания на качество бутылки, потому что при современных технических средствах это не так уж и важно, и все легко изготавливается. А вот на пробочку надо обращать более пристальное внимание, здесь уже все немного сложнее. Лучше бы вот сегодняшний производитель, который я попробовал, озаботился винтовой крышкой, которая дешевле и не так привлекает к себе внимание. Ну, во-вторых, о чем мне рассказал цвет напитка? Ну, естественно, в цвете вино не должно быть помутнений каких-то, тем более посторонних включений. Это уж совсем-совсем не кондиция, и в моем образце такого не было, но это обязательно нужно учитывать, если бутылка позволяет разглядеть на цвет цвет напитка. Его насыщенный яркий желтый цвет говорит мне о том, что были не соблюдены какие-то технологии. Вино невыдержанное, молодое, 20-го года урожая, разливалось уже после Нового года, но оно яркого, насыщенного, еще раз повторюсь, желтого цвета, должно быть совсем-совсем молодым, светлым. Значит, здесь что-то не так. Ну, и последнее, чего я не учел, выбирая вино, это то, что нужно, конечно, читать этикеточку, кто производитель, потому что большие компании, даже при производстве такого бюджетного напитка, не позволяют себе каких-либо огрехов. Думаю, что за одинаковую цену продукция, например, от Шато Тамань оставила бы аналогичное вино от нынешнего производителя далеко позади, потому что они все-таки придерживаются определенных стандартов, ну и так далее. Ну, а мне впредь будет наука тщательнее изучать этикетку. Вот, собственно, все, что хотел сказать. За сим откланиваюсь. Буду благодарен, если вы будете высказывать свои мнения, пожелания. Ну, а я в ближайшее время собираюсь попробовать еще несколько образцов красного, белого, розового, тихого вина, сухого, полусухого, чтобы обогатить свои знания. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok